Первым делом я беру подмороженный минтай и отрезаю плавники и хвост. Нарезаю на порционные кусочки, вычищаю все внутренности и промываю под проточной водой. Ну а после того, как помою рыбу, я ее обычно отжимаю руками, чтобы ушла вся влага. Ну а вот теперь в рыбу можно добавлять соль и перец. Распределяем специи по рыбе, сверху присыпаем мукой и хорошенько все трясем, чтобы равномерно распределить муку. Ну а потом в сковороду наливаем порцию растительного масла и обжариваем каждый кусочек до золотистого цвета. Обжаренную рыбу перекладываем в отдельную тарелку, отставляем в сторону и мелким кубиком нарезаем одну головку репчатого лука. А одну морковку трем на крупной терке. Лук с морковкой обжариваем на сковороде примерно минут 10, ну а потом в эту зажарку добавляем обжаренную рыбу. Все ингредиенты сверху заливаем густым томатным соусом, это томатная паста, разведенная с водой. Накрываем сверху крышкой и тушим рыбу на протяжении 20 минут, ну а пока приготовим салат. Тоненько шинкуем капусту, перекладываем в отдельную тарелку, добавляем щепотку соли и хорошенько жмякаем капусту, чтобы она осела и стала более мягкой. Ну а потом в капусту добавляем натертую морковь, соль, сахар, черный молотый перец. Сбрызгиваем сверху немного яблочным уксусом, добавляем зеленый горошек и по желанию можно добавить душистое растительное масло. Перемешиваем все ингредиенты и салат готов, а тем временем рыба полностью приготовилась. Ну а на гарнир такой рыбе я всегда готовлю картофельное пюре, мне кажется с этим гарниром она идеально сочетается. Ну что друзья, сегодня мы приготовили очень вкусную тушеную рыбу в томатном соусе. Рыбка получилась очень вкусная и я думаю она вам обязательно понравится. Так что друзья, готовьте с удовольствием на своей кухне и у вас все обязательно получится. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч, это очень вкусно!